Друзья, всем привет! Продолжаю сборку 676. Как и обещал в этом месяце, постараюсь посвятить максимум времени этому станку. И постараюсь запустить его в работу. От слов к делу. Поехали! Мужское лего для лего. Большое количество деталей. Так сразу не разберешься. Благо есть свое же подробнейшее видео по разборке. Начнем с незаконченных дел. Во-первых, мне нужно зафиксировать от смещения валы привода в коробке скоростей, коробке подач. Нет у меня конических сверел и штифтов подходящих, чтобы зафиксировать. Поэтому я просверлю отверстия по месту и нарежу резьбу насквозь зафиксирую болтиками. И вот здесь в корпусе с подшипниковым узлом открытое место. Поэтому я вырезал сюда защитный кожух из нержавейки. Сделал сам. Нужно будет его сюда на герметик установить. А ты подшипы. А я буду закрывать подшипники. Теперь никакая грязь не страшна. Еще я проточил шляпку болта, потому что цеплялась цепь с этой стороны. И здесь делаю сейчас то же самое на токарном. А теперь, как говорится, совсем другое дело. Фиксирую. Поставил фиксацию на обоих корпусах приводов. Вот везде по два болта. Можно двигаться дальше. Примеряю цепь и опять же выясняется недочет, неприятность такая. Если натяжитель вот этот ставить на свое место, вот он штифт. Мало того, что здесь очень разбито отверстие, видно здесь такая свистопляска была. Потому что вот эта деталь, вот этот корпус вообще не держался. Вот вставочку вставлю, как я разбирал. Видите, цепь вообще не натянута в таком положении. Поэтому я принял решение и сейчас просверлю отверстие, натяну предварительно. Сильно перетягивать не буду, вот так вот достаточно будет. И сделаю на резьбе, чтобы винт туда в потай вовнутрь уходил и не мешал звездочке. Вот такой халам-балам нас не устраивает. ЖИК очень помогает при нарезке резьбы. Исправлено. И теперь можно спокойно приступать к сборке узла ручной и автоматической подачи. Первым ставится вот этот вал. В нем есть сквозное отверстие. И смазка осуществляется его. Видите, вот здесь с двух концов отверстия. А вот здесь масленка, шарик. Надел на звездочку цепь предварительно. И все можно вставлять в отверстие. Черед натяжителя. Решил немного переделать натяжитель. Сделал прорезь и выточил мощную прижимную шайбу, чтобы можно было натяжение цепи подстраивать как нужно. Потому что когда я переделал на резьбе, получается я немножко цепь перетянул. А сейчас как надо. И не болтается, и не перетянуто. Нужно заложить смазку в упорный подшипник. Тугое кольцо я уже поставил. Я буду использовать вот такую смазку от ВМП авто. Высокотемпературную. Выдерживает высокие нагрузки. Теперь установлю шестерню. Допустил небольшую ошибку в порядке установки деталей. Нужно было сначала установить ее, а потом уже вот этот вал. Нехватка опыта. Пришлось немного разобрать, отпустить, отодвинуть немножко назад вал. Чтобы шестерня зашла. Все на своем месте. Настоящее мужское лего иногда приходится разбирать и собирать. Так как четкой инструкции по сборке у меня нет. Поэтому пытаюсь снимать как можно подробнее и разборку, и сборку, и весь процесс восстановления станка. Обязательно контровку ставим, а сейчас идет гайка. Кстати, друзья, это уже 24 серия. Вы только представьте. По восстановлению 676. Идеально для этих гаек подходит ключ от санговых патронов ER32. Выбираю зазор. Но надо следить, чтобы не перетянуть упорный подшипник. Все, достаточно. Люфта нету. Можно контрить. Собираем дальше, вставляем механизм переключения. Здесь опять же нужно следить внимательно, чтобы совпало отверстие под контровочный винт потом. Контровочные винты сажаю на герметик резьбы. Синий. Чтобы можно было потом открутить. Открутить. А здесь отверстие центрируется штифтом. Узел потихоньку собирается. Опять же приходится переделывать. Посмотрел по видео, как я разбирал. Вот эта шестерня нужно перевернуть. Здесь еще контровочный винт есть. Полом я повозился, пришлось мне разбирать и собирать обратно раз пять. Нужно точно выставить шестерню. Таким образом, чтобы переключающая муфта находилась строго по центру и не входила в зацепление ни с этой, ни с другой конической шестерни. Причем вот этот переключатель должен находиться в строго горизонтальном положении. Можно установить рычаг, с помощью которого осуществляется переключение подачи вперед-назад шпиндельной бабки. Как раз таки осуществляется переключение муфтой на вот этом последнем валу, который я собирал. Здесь еще вот эту поверхность буду доводить до ума. Может немножко подшпаклю. Все равно мне еще всю поверхность после такой сборки замасленной придется зачистить. Какие-то недочеты подправить. Еще раз загрунтовать и потом красить. Опять разборка, потому что неправильно поставил рычаг. Нужно его перевернуть. Потому что у меня получается, что он вниз торчит из-под кожуха. Повторение мать учения. Необходимо установить фиксаторы положения. Здесь шарик, с обратной стороны вставляется пружина и фиксирующий винт. На переключателе есть три углубления. Получается центральное положение и вперед-назад. И, пожалуй, финальный штрих сборки данного узла устанавливаю автоматический выключатель подачи. Ответная часть, которая нажимает эти рычаги, устанавливается и регулируется уже на шпиндельной бабке. Займусь приводом на суппорт. Также смазываю упорный подшипник. Поспешишь людей, насмешишь. Вал вставляется с той стороны. Так что разбираю, вставляю вал и пересобираю. Друзья, дело хорошо продвигается. Практически уже собрал еще один узел. Помучился я, пока вспомнил это расстояние. Здесь упорный подшипник и подкладки. Нужно было выставить расстояние. Зазор на конических шестернях. Скоро можно будет вставлять суппорт. Друзья, установил вторую цепь. Все на месте, все работает. Натяжитель установил. Все очень легко крутится от руки. Ничего нигде не закусывает. И это не может не радовать. Двигаемся к цели. Пробовал уже несколько раз поднимать суппорт. Не хватает высоты мне кран-балки. По-разному я пробовал. Придется сделать спецкрепление. Даже так надежнее будет. Есть у меня на М10. Нарежу резьбу. Закреплю с обратной стороны дополнительно гайкой, шайбой. И можно будет поднимать. Иди к папе. Меняем сторону. Поймал ногой. Все целое. Жалко, что рвал такой. Два готова, еще один предстоит сделать. Сейчас смажу гайку и будем постепенно монтировать. У меня есть прекрасная монтажная смазка. Очень удобно ей пользоваться. Можно смазывать цепи, конические шестерни, гайки, винты. Просто пшикаешь и смазка остается. Никуда не стекает потом. Очень доволен, потом поближе покажу вам. Вот такая монтажная паста, очень ей доволен, всем рекомендую. Теперь самое сложное попасть в шпонку. Есть контакт. Прошел я гайку. Жара неимоверная, 7 потов уже сошло. Ребята, ну смотрите какой уже прогресс. Я конечно замучился за эти дни в этом пекле, здесь просто как в сауне. Но это доставляет удовольствие, потому что видишь, что получается, видишь, что осталось уже какие-то последние шаги. Тонкие настройки. Вот купил даже, поехал сегодня ремни клиновидные. Уже в следующей серии можно будет запустить двигатель, подключить, запустить станочек. Также буду готовить шпиндельную бабку к установке. Потом клинья нужно все отшабрить. Ну то есть уже скоро-скоро, друзья, вас уже радует, я счастлив. Еще раз хочу сказать огромное спасибо всем тем ребятам, которые поддержали финансово. Спасибо вам огромное, друзья. У меня на сегодня все. Надеюсь, вам видео понравилось. Стараюсь как можно подробнее для вас рассказывать, чтобы было потом для вас пособие, если вы будете повторять нечто подобное. Это уже 24 или 25 серия, по-моему. Плейлист будет в описании. Все, друзья, скоро увидимся. Следующая серия, как и обещал, опять будет 676. На финишной прямой мы.